Ну ладно, у меня там все нормально Всем здорова! Здорова! Кирюха! Ну блин, Кайта Шома с нами сегодня на этом канале Я, блин, максимально этому рад Значит, сегодня мы будем делать, так сказать, разбор Разбор практиков Кайта Шомы Потому что у него миллиарды прослушиваний на Spotify Он вообще легенда уже, это вообще удивительно Это супер круто, я за него максимально рад И хотел бы для вас, ну и собственно Кирюха, думаю, тоже будет интересно показать Как он сделал ГАЗ и Хаунтед Хаос Сегодня мы разберем эти два проектика И я у него буду спрашивать всякие вопросики, типа, как сводил, какие паки использовал, все дела Я думаю, тоже будет интересно Ну и там параллельно всякие вопросики по поводу... Надо еще вспомнить, как я сводил Вот, ну давайте попробуем Короче, начнем мы с ГАЗа Погнали! Как вообще пишешь ФОНК? Как правильно, ФОНК или ФОНК? Руками, вот этой головой Ну, на самом деле, сейчас аудитория, слушатель издает правильно название жанра, определение Есть заморочки с ФОНКом? Что ФОНК придумал с поиской Сперп, Райдер Клан Не Мэнфис Ну это ладно, опустимся, ФОНК, это то, что мы знаем сейчас, как вот эти кавбеллы Пасы пердящие, лоу-файный звук Ну, предположим, что это название-то это и есть Хотя это не так, так что не ругается Ладно, ну давай посмотрим, что у нас есть в ГАЗе Да, погнали Это ты просто вырезал из... Да Будь внимательным на дороге И пристегни ремень И здесь, блядь! Так, окей, давай, посмотрим, что у нас там в основной базе в этой... По основной... Так, ну давай начнем с драмки Что у нас здесь все отмечено, отполировано Супер! Пиздец, блядь! Сам вайп задает драмки еще, как мы можем слышать, это драм-луп А, не только, вот райды, там бурин Угу Ну, живой такой звук просто, типа... Да, да, стандартная стоковая разбитовка, хика снейр Тоже перкуссии Небольшие вырезанные, как раз таки, с лупа Ну и потихоньку давай будем врубать эти лупчики Что добавляется Очень приглушенный драм-лупчик Ну тут больше хэд играет, видишь, такие частотки Не понимаю Прикольно с фэксами, там машины, выстрелы Да, да, ну конечно, можешь атмосферу задать этого трека И если все это убрать, он будет таким скучноватым и не очень качающим Вот, дальше что, тамбурин Обязательно тамбурин делайте или какие-нибудь перкуссии, там хай-хеты Их нужно, ну, конечно же, не под один уровень звуковой Тут такая, ну, динамика ощущалась У меня здесь даже хай-хетов, кажется, нет в этом треке Я заменил их все райдами Ну, звучит хорошо, шибы вообще Так, драмки использовал Я так предполагаю, что кик это мой любимый гад-кик, да? Да Не помню я, откуда его, короче, взял Но он у меня уже несколько лет лежит И он мой любимчик Я думаю, похожих, аналогичных можно найти уйма киков Вот у меня всякие драм-киты скачанные Ну, в основном, что, хочу хаос, там, смотрю, что по хаосу Смотрю, там, комбо-кит какой-то есть, рич-битс Ну, это я не использую особо, хотя иногда Такое вот самое используемое у тебя Самое используемое, это то, что вынесено вот здесь А, отдельный звук У меня есть какие-то, да, отдельные инструменты Просто собирал там, да? Да, собирал какие-то, которые более часто использую Все у меня, вот, они в избранном По снейру, вот А там лупчики откуда берешь? Лупчики с драм-паков Вот у меня есть папка А, это мой ноутбук А, все основное, короче, на моем контексте И у меня очень большая папочка Дерманбэйсом, да, и там как раз Саймон Брейки, всякие Блэк Фриды, там что-то такое было Ну, пак, там тоже очень крутые лупы Их можно вмешать с этими треками Просто закидываете Под BPM подгоняете И вырезаете там весь низ И у вас крутая перкуссия, конечно Какая-то Ну, как бы, вот Такой принцип работы И скретчи Тут тоже интересная тема Скретчи я не делал сам, вот, на вертушках или еще Вот, был какой-то сэмпл, да, скачанный И вот уже с этим сэмплом обстояла работа Где-то подрезать Нарезаю там много кусочков Какие-то кусочки Питчу Чтобы было так, как у меня в голове задумано Это вообще другой скретч Который просто в любом паке можно найти Ну, да, 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 да В том же фонковском, я думаю А вот этот, который я люблю резать И не только в этом проекте его резал Он звучит как-то так Просто огромный лук, да, вот такой вот Да, да, да И ты нарезаешь себе кусочки, как тебе нужно В каких местах, там, используешь его Видишь, я вот тут нарезал все И, собственно, звучит это как-то так Что по басу? Бас мой любимый тоже Где-то я нашел его Ну, вот, баунсер бас Это вот здесь тоже, в избранных Звучит он примерно Вот так Угу Я его сюда перекидываю Обязательно крючу кросс фейт Чтобы он не заканчивал И по нажатию одной кнопки по удержанию Он, как бы, все время играл Угу Без обработок Он звучит естественно иначе Но он очень такой Сабовый Обязательный Airbus Использую на басах Давненько не видал, кстати, его Да Вейвовские плагины Вообще супер пушка Ну, вот так же Подрезал и саб, который там был Ну, и верха, которые мне не нужны Иногда я, короче Если у меня очень тяжелый бас И он, в принципе, из саба А мне нужны верха Я в серуме какие-нибудь беру басы Что-то Синчу сам И просто смешиваю их Либо в патчере Смешиваю Когда можно Два звука Синтезаторов разных Закинул И играешь на одной кнопкой Оба Вот что там дальше по басу Лоуфайзером Ну, в моно перевел, да Только Я должен убедиться в том, что Бас звучит в моно Как бы это обязательно Ну, вот RC20 Ну, вы, они знакомы Все это Да, вообще супер Любители RC20 Я вообще Ни один проект у меня без РК не проходит Ну, и лимитер тоже боевский Угу Всегда, да Прям запирает все Перегрузили Крутой И Супер Дальше у нас есть интересный синтон Там звучал Ване очень понравился Сейчас покажу Ну, я делаю, естественно, группы На каждый инструмент Ну, черные Это вот общая группа На драм сегодня Тут кики-снейры Также лупы Я привык обрабатывать Именно каналы Здесь я этого не сделал Угу Ну, ну, здесь не было необходимости Ну, обычно в проектах Я там что-нибудь компрессирую Сендую там Правильно компрессию делаю Нью-Йоркскую Ну, вот Да, ты из Нью-Йорка? Да Ну, здесь у меня чисто Леденькие обработки Были на инструментах Вот он мелоди, да Здесь у меня ковбел То есть, обработать много И синт Спайровский А, я думал это сэмпл у тебя Хоже было на сэмпл Типа как дудка Вот арабская Дудук этот Ну, вот это, короче Звучок из одной из библиотек Спайра Сайченица, реверберится, да? У меня всё сайченица У меня всё сайченица Где есть любые инструменты Вот такие У меня должен пробивать через всё Через бас, через мелодии Через капелло Это обязательно Без обработок Наверное, не так Будет интересно Да А, это просто типа пилаты Хотя, слушай, так тоже интересно, да? Как вообще Поменялся, да? Звук Да, понятно, да Вот реверочек зарешал Да, реверочек RC20 Здесь, ну, тоже срезали То, что мне надо Фильтр Всё, да Вот это вот зарешало Ливитер поджали Здесь максимально убили И вот И вот Вот почему тут Витч плавает Да, да, да Короче, здесь Курсор направлен на Фикс дабблер Я очень часто пользуюсь дабблером Обычно мелодии, которые у меня Выскочастотные Я их раздвигаю в стерео Чтобы в моно Ничего не было Вот, обычно так делаю И вот Фэд мне очень сильно помогает В этом Но здесь он не работает Вальхаван Ну и всё И с iChain через лимитер Время пик-контроллера уже давно ушло А что, кто-то хейтит? Я вот не понимаю Кого хейтит? Типа что, лимитером делают лохи? А пик-контроллер нормально? Или наоборот? Я когда делал, короче, фонковские тутеры Я же тогда говорил, кто там на 20-й работает тот лох И с будущего уже 20-я помойка Ну, у меня очень радикальные были взгляды Но это специально Не потому что радикальные там взгляды А это, ну, клора Это мем такой Вот Ну, прикольно А люди насерьёзки такие А почему 20-ю нельзя? Где скачать 11-ю? Не, ребят Короче, без разницы, где вы делаете Хоть там на маке с кубейсом То же самое вот по лимитерам И по пик-контроллерам Пик-контроллерам я тогда пользовался Потому что я знал, что это работает Это единственное, что я знал Да, где делать с iChain Потом я узнал, что легче делать через лимитер Почему, возможно, хейтит? Типа он не срабатывает по трензиенту Ну, как-то что-то там Хотя, лично как, я думаю, что пофиг Я знаю, что он не убивает звук в ноль Поэтому, ребята, некоторые делают через автоматизацию громкости А как прописываешь мелодию? У тебя в голове какие-то идеи? Ну, знаешь, это как происходит У меня не в голове какая-то мелодия Просто ты щелкаешь, подбираешь Бит накидал, а потом просто рука вот Тру-тру-тру туда-сюда Все Рандом Да Я играю Мия в Need for Speed Most Wanted В игре ты можешь гонять без всяких правил Но в жизни будь внимательным на дороге И пристегни ремень Единственный момент, короче, тут есть пар, где Ковбелло вообще меняется И это я чисто случайно сделал Я когда дублировал парты Ковбелло Он у меня так Не по сетке, короче Да, вот как раз это о том, о чем я говорю Что иногда какие-то ошибки Да, да Или когда ты голову отключаешь, что-то неправильно делаешь Оно может принести какие-то новые интересные идеи Акапелла Как обычно Ну, моя любимая акапелла Вот, конечно Не буду сидеть Ха-а-а, ищите сами Ну тут, очевидно Берете какой-то Memphis трек, да Где особо нету высокочастотных инструментов Так нормально, щел Вот в чем прикол Я просто устал искать эти акапеллы А в паках не всегда хочу, хотя я уже в последнее время тоже начал прибегать к тому, что там Пакать что-нибудь посмотрю Но есть у меня моя любимая акапелла Которую я вот здесь использовал Прошлых каких-то использовал И прикол в том, что Если ты режешь каждую акапеллу по-разному У тебя не могут по-другому звучать в каждом проекте Здесь такая акапелла в газе И когда мы будем разбирать Hunted House Там та же самая акапелла Хотя с другой стороны так и не скажешь Вот в чем прикол Вот эти дрифт-звучки Берете, переходите на сайт noisefx И вводите там звук будильника Звук домофона Звук тачки Так и подбирал, да? Да, конечно У тебя, Ваньки, это вопросы еще есть? Здесь, чтобы живее все это звучало Панорама Не могу произнести вслух Мем называется Мафия на кразе Ну, мужик на кразе едет У него не переключается передача Короче, что-то хряхтит Он такой Очень много, как всегда, у меня автоматизации Потому что это Просто так Кинуть звук Это еще ничего не значит Ну, нужно так все обработать Чтоб оно Там у тебя что-то с левого уха в правое переплывало Здесь у тебя там звучит тихо, потом громко И вы оживляете тем самым трек Это все круто Вот Это можно в дропы использовать Перед дропами А потом бочка вступает Тоже по-разному Чего ты на мастере? По мастеру Ааааа Если я в последнее время над треками Ну, в какое-то там дальнее последнее время Парился Там смотрел все по люфсам Чтобы там не было никаких конфликтов Вот над этими последними треками я, короче, вообще не парюсь Мне настолько лень стало все это А на мастере смотрю Вот имиджер Чтобы у меня до 150 герц Все было в моно Здесь также Я включал Озон Максимайзер Ну, тут обычно выбрал там памки Что-нибудь И делаешь И тюбтех у меня был Чтоб высокие поднять Короче, в этом проекте я решил скалхозить Просто, грубо говоря, лимитом Все загасить И ВКонтакте звучит хорошо Громко, классно ВКонтакте звучит как говно Потому что оно все сжалось И динамика потерялась Вы можете разницу чекнуть Поэтому, видите, я здесь поленился это все делать Ну, попал А нужно было, да? А нужно было, конечно, сделать так, чтобы по динамике ничего не убивалось Как бы вот такой проектик Не знаю, что еще показать Скретчи Просто любые скретчи, эффиксы добавляете, срезаете низ Там, где надо верх, где надо что-то настраивать Эти хеты тоже не срубаете Панорамку делаете Лупы для красоты Обычно лучше, чтобы они не выделялись И с драмкой вашей гармонировали Главное, чтобы ваши инструменты звучали хорошо Кикснейр основные Итак, второй проектик у нас погнал Хантед Хаус Так, чтобы люди были в курсе вообще Не просто какие-то треки там какого-то пацана Ну, это реально проекты, которые хочется разобрать Потому что они сейчас набирают Большую аудиторию слушателей именно треки Вот что касается современного фонка Очень популярен фонг-хаус Да Если в прошлый трек это был дрифт-фонг В простонародье То это фонг-хаус Тоже, ничего тяжелого нет Обычный хаус, но с какбелом как бы И со специфичным звучанием Ну, он не просто фонг-хаус Такой эмоциональный даже Ну да, эмоциональный Да Здесь, опять же, интересно то, что акапелла та же самая, что и в Газе Звучит по-другому Ты вот спросил, моя ли мелодия акапелла, да? Не пугайтесь, что сэмпл Снизу у меня вот это он и прописан Заметил недавно, короче, два коммента Один на YouTube и другой ВКонтакте Типа, я взял сэмпл с Бордсов Кеннада Я включил трек, про который говорят И действительно там так совпало, что нотки одни и те же в начале Такие совпадения есть Ну, это банальное совпадение, потому что это самые банальные три ноты Вот, что здесь? Мелодия, самая интересная, это какбел Вот он Вроде ничего на нём такого особо и нету Транзиент шейпер я врубал, чтобы вот эта вот атака небольшая появилась, о которой я говорил Вот здесь он, кстати, работает, вот он Да-да-да, я тоже таким пользуюсь Офигенный, просто кнопку атак крутите, ну и всё Окей Ну, дальше можно бас посмотреть, потому что, ну, бит тут всё понятно Я даже не удивлён, есть тут тот же самый Как вот такие Бас прикольный А бас тот же самый Тоже, да, да Да, баунсер-бас тот же самый, что в газу И обработан, возможно, примерно, да, абсолютно точно так же Возможно, какие-то маленькие корректировки, но я вроде не вижу Да, тот же самый бас Вот интересная расположенная остановка Тот же бас должен играть тут свою мелодию Да-да-да И вот когда вступает другой какбел Звучит очень интересно Да Супер Я вообще люблю, когда в басу прям придумывают идеи, там, со слайдами какими-то плавными Не который буэу просто, а типа подкатывал где-то, где-то в какую-то ступень, ты думаешь, о, уже гармония как-то необычно звучит. Или на басах можно делать иногда там какую-то нотку баса потише, другую повыше, тоже очень можно, круто. Второй ковбелл, это из моего вот этого старого пака. Конечно, он уже не протаётся. Вот. Ну мы с ним попрощались, можете увидеть историю Прещания с ним на моём побы. Ты не видел? Я видал, я видал. Я думаю, какие-то мемы, которые я упустил, знаешь, в эту эпоху. Ему он хорошо ворвался, ему нужно было так же хорошо уйти, поэтому мы его проводили. Никто ничего не понял тогда, только вот пара человек. Я и пара человек, да. В общем, да, ковбелл оттуда. Там обычно же реверберисты. Да, просто верб там. А, ну вот, это вот первый ковбелл, это он был, оказывается, high, low, to the high. Транзиент шейпер вот на нём как раз висел, чтобы была атака, и мы срезали у него всё лишнее. И бит. Так же сочи на тебя кик, футелимит, вот это всё, абсолютно всё то же самое, разбитовка. То есть, в принципе, идея у тебя с видоса такая же, как в газе, да? У тебя два кика, тебе скажут, ой. Скажут, они друг друга глушат, противопал, там все дела. Что ты скажешь хейтерам в ответ. Я скажу, забейте, слушайте, просто если нормально всё подходит. Да, а есть же такие темки, что вы выбираете какой-то плотный кик, а другой с каким-то щелчком или там более высокий. Вот, делайте так, чтобы они друг друга не глушили, там один там чуть-чуть подвигаете. Ладно, вы убираете просто низ и всё. Здесь, мне кажется, я ничего такого не делал, да, с ними просто нафигариваю их, но... Ммм, ты посерединистый больше, а тут больше по сабу, да? Ну, как бы, я не вижу ничего такого, чтобы с ними что-то произошло страшное. Не, я как бы тоже, я за то, чтобы, если звучит нормально, хотя технически, возможно, странное решение, пофиг. Да, вообще, в этом и суть, пофиг. Ребята, можете ругаться в комментах, да? Трек-то, блин, от этого не хуже, не лучше стало. Не, конечно, классно, когда ты точно понимаешь, что нужно сделать, чтобы звучало лучше, забраться, вот. Ну, тут, опять же, и стилистика жанра, что здесь не про то, чтобы всё было идеально, всё чётко выявлено. Мне было лень! Это вот в чём самая суть. Я иногда не хочу вот это разбираться-то всё. Я попробовал, послушал, звучит хорошо, но не советую, конечно, никому лениться, нужно всё-таки всё изучать. Вообще, кстати, долго время на проект потратил? ГАЗ, кстати, делал, наверное, неделю. Одну ночь целую над идеей просто накинул идею. Потом утром проснулся, ещё столько же просидел, чтобы её дополнить. За два дня идею полностью укомплектовал. И остальную неделю, грубо говоря, делал так, чтобы мне слушал, чтобы звучало хорошо. Ведь нужно тоже какие-то паузы, перерывы выдерживать. Здесь. Кик. Снэр. Ну, всё понятно. Что тут хай-хэт и опен-хэт. Символ на дропы. Два разных хэта, да. По характеру. Один чуть левее, другой правее звучит. Держал. Своя тема, короче. И... Это что такое? Кто закинулся? Посередине звучит, чтобы он просто поддерживал эти два. Вот. А капелла тоже представляет собой интерес. Секрет успешного, короче, трека в таких жанрах, это также хорошо нарезанная капелла. Именно нарезанных. Здесь я помню, вот с этим я дольше всего промучился. Потому что ты можешь положить а капеллу, она звучит вроде прикольно, но что-то не так. И здесь я проверял каждые фразы, чтобы один кусок одной фразы переключался хорошо на другой, который мне нравится. И чтобы по рифмам там все было нормально, и чтобы звучало. Спросят, как обрабатываю. Сначала через Rx вырезаете. Как вырезаешь? У меня есть трек, вот, там нет высокочастотных никаких, все, бит, там бас, может максимум. В Rx засовываю. Там три пресета есть. Да, 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 вот через это что-то. Джентл, какой, агрессив и какой-то еще. Вот. И ты выбираешь, что из них лучше звучит. Вот, где голос особо не теряется. Так. Тут самое интересное, это переходики тоже. Угу, давай. Такой, прям. Оставляйте основной инструмент, и фильтром приглушается разбитовка твоя. Это самое легкое, что можно сделать, но этого мало. Когда под фильтр уходят инструменты, добавляйте параллельно ревер на возрастание, чтобы он максимально отдалялся, и под конец, перед дропом, все это резко обрубаете, вот так. Вот, и все, у вас офигенный дроп. Вот, раз, делали. Два, такой же момент, делали. Да, вот, вот. Ну, мастер, да, вот, опять же. Опять же, вот, с этим треком я не парился, я оставил его как есть, хотя раньше я делал как? Я все убирал. The glue. Короче, я раньше как делал? На втором своем уже, с гулфосом со своим. Я вообще дельно сейчас могу сказать. Делал я раньше как, тоже всем советую, вот вы сделали трек, перед с видосом делаете что? Каждый инструмент убираете громкость до, там, минус 17, минус 20 децибел, так, чтобы у вас по общей громкости выходной не превышал общий сигнал минус 6 децибел. Ну, вот это Headroom, да? Headroom, короче, ага. Потом вы уже все это сводите. Мастер, он для чего он нужен? Для того, чтобы подогнать звук по громкости, по динамике, да, ну, к площадкам, да, к их стандартам. Мастер, это для того, чтобы сделать трек громче без потери динамики. Saturn, это очень крутая тема. Есть пресет HipHop Puncher. А, кстати, я помню такой. Да. Еще в первом Saturn тоже есть. Просто крутите микс от 100 до 0 и слушаете. Звук преобразится очень круто, ну, потому что частоты высокие, да, поднимаются вот там у них. Но мне не нравится, как он убивает бас, поэтому вы тыкаете на вот эти вот два диапазона и вырубаете. Вот он проект. Обычно с такой моего проекта вот так и выглядят. Какие-то автоматизации все раскрашено. Да, да, у тебя автоматизации больше, чем... Да, выглядит сложно, ничего сложного на самом деле нет. Мне очень нравится здесь именно бас. В целом атмосфера, потому что это эмоционально, а не просто хреначилово. Ну что, вот такой вот роличек с какой-то шумой. Я надеюсь, что у тебя также будут дальше треки переть. Я тоже очень на это надеюсь. Потому что это суперкруто для русского чувака, который делает инструменталы. И у нас таких все больше и больше ребят. И это все больше и больше, да. Это супер. Это вообще... Тоже с ними ролики будем скоро делать. И будем разбирать этот феномен. И что у людей, знаешь, в голове, когда они это пишут. Ну, так же с тобой еще один ролик будет. Спасибо большое тебе за показ проектиков. Все, большое тебе. И ребятам, думаю, тоже будет полезно увидеть все эти моменты. Мне было интересно на самом деле. Некоторые фишки, казалось бы, простые, но микс это как заиграл. Ну да, оно, да, просто. Подписывайтесь на канал Кайта Шомы, на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии, кого еще пригласить. Либо можешь какие-то вопросики задать. Я думаю, мы там еще один ролик сделаем без проблем. Что-нибудь разберем там. И может быть ваши проекты тоже разберем. В общем, все эти моменты тоже будут. Вы пишите об этом. Мы прочтем, чекнем. И будем только рады этому. Все, спасибо и до скорого. Также Кайта Шомы будет одним из преподавателей на моем курсе по созданию музыки. Ссылочка в описании, обязательно посмотри. Он будет рассказывать максимально подробно про создание фонка, фонгхауса и подобных проектов, которые вы увидели в этом ролике. Обязательно посмотри. Субтитры сделал DimaTorzok